Доброе утро, друзья наши, далекие и близкие. Увидела у своих подписчиков. С мартом все понятно. Давайте уже апрель. А вот тем людям, которые приезжают и обрезают деревья, им что лето, что зима, дождь, снег, работать надо. Интересно, столько отзывов на этот ролик, на эти, вернее, ролики, где у нас обнаружился здесь горностай. Представляете, горностай. Вообще он живет в Фанаде, в Северной Америке. Ну и, соответственно, где-нибудь там в Севере у нас. Может быть, за Уралом. Но в любом случае не на юге. Поэтому я и почему-то все время думала, что это зверек, которого купили детям, и он просто убежал. Потому что как-то он странно метался вот уже несколько дней именно вокруг этого дома. А там живут две девочки. Еду на свою физиотерапию. По-моему, сегодня уже заканчивается у меня курс. Мне, правда, ортопеды еще назначили. Но я не успеваю воспользоваться. Тогда уже приеду. Нужно будет направление поделать. Сегодня с утра, кстати, прямо очень хорошие термины получила своим подопечным. Да ладно. Кстати, вот на Вероштрассе это рентгеновский центр называется. Рентгенология. В общем, там, где делают всякие разные МРТ, там еще очень много делают процедур для суставов, еще что-то. Ну, все, что касается рентгена и вот таких аппаратов сложных. Вот, кстати говоря, там к понаехавшим, к иностранцам относятся очень даже любезно по телефону. Умейте в виду. Вот, потому что спрашивает, переспрашивает, спрашивает, когда лучше. Вот, есть с утра, есть вечер. Вот, так что кому нужно было на Вероштрассе с вами 20, на Вероштрассе 22, на МРТ, на всякие разные. По-моему, всех записала. Ну, еще раз всем напоминаю, что я 11-го собираюсь уезжать. Так что сейчас подчищаю все хвосты, что называется. Просто плотно сижу на телефоне, стараюсь везде всех записать. Еще не уехала, уже начинаю скучать по Лео. Как ты мой останешься тут, рыжий, мелкий? Ну, в принципе, что он, полдня все равно спит. Единственное, что я, конечно, сильно переживаю, что весна, очень много всяких разных запахов, ароматов для него. И если раньше Андреас никогда его на поводок не брал, то сейчас и тем более. Поэтому вот, ну, единственное, что надеюсь, что он с этой дорожки нашей, с пешеходной, с велосипедной, сильно никуда не побежит. И надеюсь на местных зверушек, которые не будут, которые не будут ему перебегать дорогу. И не позовут с собой, как у меня одна подписчица написала вдаль голубую. Конечно, ему сейчас все интересно. Сейчас скоро начнет потомство появляться. Все там пересекают дорогу, по полям этим скатчат, держите, ребят, за меня кулачки, чтобы у меня все-таки эта поездка состоялась. Наконец-то! Сегодня какое число? Сегодня число. Число сегодня. То ли 5-е, то ли какое-то марта. 7-е, что ли. Ну, в общем, ровно два года. Ровно два. Кстати, 7-го марта я два года назад выехала поездом с Апсаном в Финляндию. И вот через Финляндию я вернулась уже сюда, в Германию. Так что вот, ровно два года, ребята. Ребята, завершила свой курс физиотерапии. Смотрю, уже мне тут пишут в соцсетях. Да те, которые не говорят на немецком языке. Мои зрители. Что за ролик-то разместила? Есть блогер. Но она русскоязычная из поздних переселенцев, я так понимаю. Немка. Как здесь принято называть? Русская немка. И она там на немецком языке рассказывает, каким образом воспринимают немцы в Германии информацию о Казахстане от немцев, которые живут, которые жили в Казахстане и переехали в Германию. Но она прикольно, конечно, рассказывает. Это я утащила ее ролик из ТикТока. Так. Забегу в аптеку. И сегодня у меня еще один термин во Фридрисхаффе. Прям как на работу у меня везде. Мамма миа, что за погода? Сейчас быстренько укутаюсь в плед и буду отдыхать. Ну как, относительно отдыхать. буду созваниваться по терминам. Не знаю, вряд ли захочет Лёва в дождь идти гулять. Ой, сейчас как раз заметила, кто мне рассказывал, Алла, вы мне рассказывали, что есть у нас теперь маршрут не только 14-й во Фридрисхаффен. Кстати говоря, ну, скорее всего, те, кто пользуется автобусом на регулярной основе, вы это знаете. Я совсем недавно узнала, что у нас теперь 14-й автобус. Ура! Он ходит каждый час. Вот он, кстати. Вот он, кстати, наш автобус, наша связь с миром. А еще появился тоже мне Алла сказала, и сейчас я сама увидела 14Х. Он, ну, он ходит, знаете, по какому маршруту? Он ходит по маршруту, который раньше был, который не заезжал к нам в Хеффигхофен. В общем, из центра Обер-Торингена теперь, получается, ходят два автобуса на Фридрисхаффен. Ну, в общем, мне уже и так здорово, что 14-й ходит через Фридрисхаффен едан штунды каждый час. Уже супер. Тобиас, вот этот постапак, он меня теперь экзаменует, спрашивает ВИГЭЙТС, а я теперь думаю, ой, ну, как же ответить? Он ГЭЙТ, я говорю, не-не-не, нормально, все, Алисис, окей. Рассказывала я вам как-то, что когда я стала говорить, коротко отвечать на вопрос ВИГЭЙТС, ну, как дела, я стала отвечать коротко ГЭЙТ. На немецком это означает, ну, так себе, что-то типа было не очень, а сейчас восстанавливается ситуация. Вот в таком смысле. Все, я сейчас просто укладываюсь и сплю, отдыхаю. какую-нибудь медитацию поставлю или релакс. С другой стороны, под эти дожди, вот уже которую ночь я сплю замечательно. Даже ночью не просыпаюсь. Наверное, для природы эти дожди как раз все окей, потому нужно, наверное, насытить землю влагой. влагой. Ничего не видно теперь. Буду ждать, когда они начнут разворачиваться. А, все, у меня здесь моя дорога. У меня еще дама кивнула, там типа можете проезжать, но я-то через нее все равно не вижу. Надо все-таки надеяться всегда на себя. Не собиралась включать камеру, но увидела перед собой Fiat Cinquecento, Fiat 500 и еще L. То есть я так понимаю, что L он повыше, как маленький джипик такой. Думаю, вообще идеальный вариант. Давно люблю Fiat Cinquecento. Но автомобильная мода тоже не стоит на месте. Вот сегодня, если бы никуда не нужно было, наверное, так и спала бы целый день. Исключительно петербургская погода. Ну, я уверена, что я уеду, и здесь начнется хорошая, стандартная, ранняя весна. Тоже март месяц мне называется на юге Германии. Но у меня есть знакомая, которая сейчас в Таиланде, а ее муж француз. И, ну, в общем, они где-то недалеко здесь. Ну, вернее, его место жительства недалеко здесь. И они тоже смотрели погоду. Какая погода будет, когда вернутся в Питер и во Францию. И тоже вот такая. Так что, что-то сегодня весна в этом году. Не торопятся к нам. Зато нет куда без добра. В такую погоду практически нет велосипедистов. Нельзя сказать, что можно совсем расслабиться. Нет. Потому что они во всяких веках тоже катаются и в такую погоду. В городе, в центре, все равно много велосипедистов. Здесь народ вообще непривычен, чтобы вот так вот целыми сутками шли дожди. Поэтому, если ты ездишь постоянно на своем двухколесном средстве, куда деваться? Никуда не денешься. Поедешь. Сейчас ехала там по такой, ну, по лесной, можно сказать, дороге. Там из-за того, что она такая извилистая, там везде ограничение скорости 70 км в час. Когда спускаешься с горы, ну, ты не успеваешь там затормозить. И я смотрю, у меня на торпеде 80 почти километров в час. За мной внеслась машина, ну, такой мини-вэн Мальтезы. Мальтезы – это благотворительная организация. Католическая она. Ну, Мальтийского ордена. Так он меня на 80 километрах обогнал и впереди несся как подорванный. Уже такое ты мне сигналишь. Там что у нас? Проверка. Проверка связи. Проверка скорости. Ну, я еду, как порядочная, 50 км в час. Так вот, там дальше было 50 км в час, а он так и несся, разбрызгивая вокруг себя эту воду. Ну, думаю, может быть, он ехал кому-то на помощь. Тогда это хоть как-то его оправдывает. Кстати, вот зачем... Кстати, вот еще одно дело, незаблагательное, которое мне нужно сделать в Санкт-Петербурге. Мне нужно поменять мои права, потому что они в феврале этого года закончились. Но я видела где-то в интернете, что они продлеваются... Все права, которые были до 2024 года, они продлеваются автоматически то ли на год, то ли чуть не на два. Но дело в том, что... Не знаю, с натяжкой можно доказать, что они действительны, потому что... Потому что это нереально. Поэтому мне, конечно, нужно будет и права обновить. Для того, чтобы права обновить, нужно будет, соответственно, справку получить медицинскую, то есть пройти эту опять комиссию медицинскую. В общем, есть чем заняться мне. Я уже сегодня сыну написала, чтобы он мне подготовил машину, документы. Так что я наехала почти. Сейчас буду искать парковку тоже. Ну, тоже, знаете... Вот сейчас я уже начинаю приглядываться и с опытом, естественно, это приходит, где можно припарковаться. Вот здесь я, кстати, могу и припарковаться. Например, вот здесь я могу припарковаться. А могу туда к ним заехать. Единственное, что я там вечно по кустам выбираюсь из машины.